Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я считаю, что так как дзюдо родилось как традициональным, то оно должно таким и сохраниться. Потому что если мы будем его изменять, модернизировать и подделывать его под себя, то тогда мы его изменим, и оно потеряет свой истинный смысл. Нужно ли искать точки соприкосновения традиционного катакан-дзюдо с современным соревновательным дзюдо? И каким образом можно найти эти точки соприкосновения, если нужно это делать? Пенси, что мы должны и сможем найти точки соприкосновения между традиционным и модерным дзюдо, competitивым? Поэтом, я думаю, что это не имеет значения, как у нас будет полностью изменение, у нас есть уровень и стильный дзюдо. Не думают больше, чтобы изучить свои техники, чтобы помнить и привести их в стиле с жизнь, но только думают, что у нас есть дзюдо. Поэтому, как мы не работаем, то как я начну эту технику, И важно только вставить на землю в мою оборудование. И только на медаль, на основной успех, на первую ступеньку перестала. Вы начали свой путь в дзюдо в городе Пискара, провинция Абруцца. И хотелось бы у вас узнать, кто стоял у истоков дзюдо в Абруцце. И кого вы могли бы выделить как именно продолжателя традиции катакан дзюдо в Абруцце, в Пискаре. Ты один из ветеранов, вы можете показать, кто был дзюдо в Абруцце? Кто был дзюдо в Абруцце, кто был дзюдо в Абруцце? Они были мастер Каролом Бассани и мастер Лучитти, которые были дзюдо в Абруцце в Абруцце. У истоков самыми вервами были Карло Адберто Бассани и сенсей Лучитти, которые привезли и принесли первое дзюдо в Абруццо. И они сделали огромнейший вклад, чтобы дзюдо распространилось и пустило свои в корни здесь, в этом регионе. И у него личная благодарность за след, который они оставили в нем, в его карьере. Почему, на ваш взгляд, популярность традиционного катакан дзюдо уменьшается по сравнению с соревновательным дзюдо, и в чем причина? Почему, на ваш взгляд, у дзюдо традиционного катакан дзюдо университета, 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 университета? Как я это вижу, что соревновательное дзюдо превратилось в коммерческое дзюдо. Основной целью является как можно больше заработать на соревнованиях, на всем, что вокруг него состоит, на продаже и так далее. И в связи с этим теряется совершенствование непосредственно техники изучения пра и практики дзюдо. Человек, таким образом, он не вносит свое личное сердце в это. Ваши пожелания всему мировому сообществу любителей, адептов дзюдо. Серьезно, сегодня 1 генн. 2016, у вашего личного аппетита, университета, 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 университета. Я надеюсь, что многие из нас вернутся к истинным источникам дзюдо. Вернутся, мыслить, как нас научил Джигарагана в самом начале. И будут продолжать, как это было задумано. И вернутся к истинным истокам, а не коммерциализации. Мили грации. Равидерчи. Спасибо.